добрый день дорогие друзья мы сегодня в очередной раз на мария кажется трасса та же но вы сегодня будет не совсем обычный а все благодаря тому что у нас едет саша на рубиконе сейчас машина проедет перебегу дорожку покажу на интереснейший экземпляр женя у вас видели знаете миша на ниве но без нивы а ты не поедешь вообще а поедет сашу вы видели и здесь у нас две интересные машинки во первых у нас здесь появление сокола вернулся наш малыш загулял я ключи потерял полгода искал год где будет старый куртки бека у нас сегодня до бег у нас просто сегодня и вот такой шикарный шей defender евгения жалко что не смог приехать 2 до сегодня было бы очень интересно сороковые трипадоры лапландеры центральная подкачка также наружный каркас очень-очень очень хочется уже поехать и посмотреть как он себя покажет потенциал конечно бешеный нравится мне что начали потихонечку появляться у нас бешеные defender и потому что обычно они какие-то скажем так немножко унылые а-ля просто а тэшная резина и лебедка здесь два подряд и оба наисерьезнейших интересно куда пошел ага что-то проверить хоть сказал что-нибудь про мой новый инстаграм и уж украли обама щит не подписываешься на старый сокол 49 мне туда нельзя там этот как школьный инстаграм школьный да с кем учили подписываешься на обама щит щит т т т 3т 2т без нижних подчеркиваний просто обама щит т т т короче вы все поняли он пришел запаску стравить уже не на всяких пожарных по классике начинаю приветствия участников отсюда со спуска на самое начало маршрута ведет всю колонну саня а дальше никто не едет по ходу подъезжает уазик александр за рулем а у нас прям три саши сегодня в лидерах я немножко неловко себя чувствую когда нашу маму и тут и там показывают какой-то еще джип у нас на мосту застрял вроде не из нашей тусовочки но мне кажется ему тоже хочется поехать женя и красавец defender на лапландерах космос космос осторожно от санька летит очень сильно женя тут ездил на разведку сказал что будет весело господи столько грибов что не хочется их помять и хоть что-нибудь оставить грибничкам саша очень аккуратно едет без каких-либо лишних телодвижений мне жалко беку бека начинаем сваливать сосался саша но еще не сидит нагнал перед собой грязь из-за которой не может ехать на этом у тебя срыбнется пару раз машина пробивается чуть вперед опять проехал чуть-чуть вперед но сильнее назад больше а вот теперь на чем-то повис у тебя да посмотрите какая хитрая поверхность видите резина прям ломтями выковыривает грязь посмотрим как справятся другие участники план очень хорошие но смысл у тебя же американская легенда ну где американская мощь ёбкер нахиат теперь ты понимаешь что такое выхлоп в бок бека я понимаю советская техника довольно спокойно без особых ходов опа что мы здесь наблюдаем видимо там что-то на дне обо что все цепляют и просто подвисают на этом моменте как вы видите бека сегодня не за рулем мы экспериментируем с красотой съемок и вполне возможно вполне возможно что в последней серии с этой поездки в конце будет вас ждать красочное видео не про оффроуд а про жизнь за кадром вот вообще о том ради чего мы это делаем вот про нет ну не сами по катушке а просто вот общение между нами как она все проходит так что не выключайте раньше времени а досмотрите обязательно до конца буквально несколько метров на лебедочке и мне кажется у вас проедет сам это лишний раз доказывает мою теорию про то что там просто кто-то торчит посередине евгений и его defender новые в нашей команде поэтому тактику его преодоление я еще не знаю смотрите спокойно ездит вид истерик волну своими колесами пустил гигантскую проехал конечно налегке я думаю под конец поездки он про себя подумает блин нафига я вообще поперся на такой тачке сюда правда видно что прошел дождик и все эти унылые сухие колеи превратились во что-то уже более интересное и даже практически уже выглядят как препятствие да проблем здесь возникнуть не может поэтому можно смело перемещаться дальше но если господином соколом еще полюбуемся ну ладно давайте на всех посмотрим наш пинсгауэр с кури у азика у нас в эфире новые природные естественные препятствия шикарная артикуляция мостов саша отключил стабилизатор перед выездом передней машина позволяет творить чудеса своей подвеской вот так вот вот и вот 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 Да, не может закарабкаться УАЗик Давай, попробуй туда Очень стрёмный момент, когда препятствие оказывается выше центра оси Проходишь, проходишь Саша переживает за свежеоткрашенную машину Налево руляй и пройдешь, завернешь вокруг дерева Не, не, вперед, вперед, пройдешь Да это шофроуд, давай, у тебя же ламборжини Саш, стой, стой УАЗик не с первого раза Нет УАЗик не с первого раза, но Выезжает из колеина Смотрите, не хватает ему Зацепа, чтобы полноценно машина Выехала Хотя кажется, что вся работа уже позади И можно спокойно ехать дальше О, молодец Я ему пытался показать, но Ой! 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 А вот мог бы чуть-чуть пораскинуть мозгами Но не стал Заехать назад и так дальше и ехать по той колее Уже пофиг на зеркало Теперь еще и пофиг на дверь В такие моменты мой вам совет Лучше не тормозить Потому что вас обязательно стащат Лучше просто ходами ехать и ехать и ехать Последствий будет меньше Уже практически Но судим, что ему дерево неудачно застряло между колесами И уже вряд ли даст ему проехать дальше Смотрим эффект с лебедочкой Вроде под днищем автомобиля ничего не пострадало Ау! Ну и Defender остается просто здесь проехать Санек в очередной раз пытается натворить какую-то дичь И абсолютно беспрепятственно заезжает Даже толком ничем не чиркнув Уазик решает повторить подвиг Ренго И без каких-либо проблем Также поднимается здесь Посмотрим, что нам может показать Это американская легенда За рулем, судя по его вопросам Не менее легендарный водитель Саша, давай, это еще не препятствие Ты сможешь Как-то, на мой взгляд, слишком аккуратничает Мне кажется, здесь надо было набрать ходов Женя у нас из храбрых Будет пробовать Запрыгнул, запрыгнул Супер Не видел я еще здесь такого За всю историю Проезжал только мой патрол здесь Посмотрим, что скажет нам Defender Я уверен, что он проедет Сатана Да, выхлоп в бок это полное зло Ребята, если вы хотите кататься с нами Не ставьте выхлоп в бок, пожалуйста После меня здесь сидела шишига И, видимо, там шишига нарыла Мне кажется, проще попробовать В какое-нибудь другое место Либо сюда Попробуй сновее Так, камера все еще чистая Ушла вода и стало очень вязко Спецэффекты на канале оффроуд СПБ Только ты материшься вместо него Так что эффект его присутствует Все равно есть Нереально Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Шок-контент был пропущен Но он там Он задом, блин, отсюда выехал Из этой цементной засады Судя по всему, хочет мне за что-то отомстить И метится значком Land Rover Если бы он там был Прямо мне в лоб А я уже думал, ему будет сегодня скучно с нами Бека, осторожно так прятаться в кустах Он может тебя не увидеть Я думаю, всем остальным надо будет держаться такой же траектории Прикольно Прикольно Сань! Сань! Уазик не смог заехать по причине того, что уперся задней лебедкой И не смог сдать достаточно назад Но мне кажется, попытки Да, да, да Попытки со второй, с третьей Я думаю, бы все-таки заехал ОАЗ, Патриот, тридцать пятые Все блокировки Попытался обмануть систему Ничего не вышло Ему тут только ходами Мнения сильно разделились Сможет ли Сокол повторить подвиг Дефа Я за то, что сможет Я слишком в него верю И слишком давно его не было А где же твоя легендарная мощь? Назад, назад Всем проверяю Монтировки забыл включить Монтировки забыл включить Стой! Мне кажется, колеса туда Там уклон поменьше Есть шанс, что туда выйдешь Выезжай там, попробуй проехать Давай лучше там Все-таки мои надежды не оправдались И Саша не смог Сдает назад Да что прямо, он глохнет даже Вот сейчас правее Вот так, он не заедет оттуда Вперед, вперед попробуй Не, все, Лебедович У всех здесь одна и та же проблема Слишком большой уклон Ничего тут не сделаешь Кроме Дефчика Дефчик, конечно, хорош Стабик, не помирай Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok